Здравствуйте! В этом ролике посмотрим, как работать с сертификатами. Как раздавать клиентам сертификаты, например, на различные праздники, на 23 февраля, на 8 марта и другие знаковые даты, для того, чтобы клиентов стимулировать покупки в вашей компании. И также посмотрим, как использовать сертификаты на повышение среднего чека. Все сертификаты создаются в соответствующем разделе. Перейдем в него. Раздел «Сертификаты». Здесь можем создать сертификат, нажав эту кнопку, либо кнопку в правом верхнем углу. Первый вид сертификата мы рассмотрим тот сертификат, который мы будем клиентам раздавать, можно сказать, вручную. Выбираем первый вид. Раздавать своим клиентам вручную, например, на какой-то праздник. Вводим название сертификата. Это название видно только вам в консоли администратора. Его не будет видеть клиент. Так и назовем, например, на 8 марта. Здесь задаем номинал сертификата. Например, 200 рублей. И срок действия этого сертификата, после того, как клиент его получит. То есть, если он получит, зададим значение 3, ну пусть будет 7 на неделю. То есть, после того, как клиент получит этот сертификат, он будет действовать 7 дней. То есть, в течение 7 дней клиент сможет воспользоваться им. Нажимаем кнопку «Выпустить». У нас появился сертификат. Тип у него раздается вручную. Можем перейти в него. И в дальнейшем у нас здесь будет отображаться статистика по данному сертификату, сколько клиентов его получило, сколько клиентов его просмотрело и сколько им воспользовались. Сейчас посмотрим на эту статистику. Давайте сначала его раздадим. Раздать сертификат можно отсюда, из пункта меню «Сертификаты». Здесь есть кнопка «Выдать сертификат». И, соответственно, в фильтрах мы можем задать параметры клиентов, которым этот сертификат будет роздан. Либо сертификат можно раздать из раздела «Клиенты». Мы выделяем тех клиентов, которым нужно раздать этот сертификат. То есть также клиентов можем отфильтровать с помощью фильтра. То есть указать по, указать дату регистрации можно, по последней покупке, по количеству покупок и так далее. Даже можно отфильтровать по статусу «Вип-клиент» или «Базовый клиент». Фильтруем клиентов, выбираем этих клиентов, нажимаем кнопку «Выбрать всех». Ну, так как у меня все клиенты, мало клиентов в консоли, они сразу выбраны все. Нажимаем кнопку «Выбрать всех» и нажимаем кнопку «Выдать сертификат». У нас здесь в выборе только один сертификат. Нажимаем кнопку «Выдать». Сертификат выдан. Давайте же попробуем воспользоваться им, проведя операцию нашему клиенту. Здесь запомним о том, что остаток баллов у данного клиента 848. Вот именно ему мы будем проводить эту операцию. Вспоминаем, что операцию у нас можно проводить через приложение кассира, можно проводить, если у вас интегрирована учетная система, через кассу. Но мы воспользуемся более быстрым способом. Проведем операцию через UDS-админ. Как и обычно, здесь вводим код клиента из мобильного приложения. Откроем мобильное приложение, обычное клиентское приложение, нажимаем на сердечко и здесь наш код 218-630. Так, еще раз. 218-630. Нажимаем кнопку «Отправить». И вот мы здесь видим, помните, было количество бонусов у данного клиента 848, плюс данный клиент получил сертификат на 200 рублей. Итого у него отображается. 1048 баллов, или можно по-другому сказать, так как 1048 рублей, которым клиент может воспользоваться. Допустим, что клиент оплачивает сумму счета на 1000 рублей. Итого он может списать максимум 500 бонусов, то есть 50% от счета. Такие стоят настройки программы лояльности в этой компании. «Продолжить» и «Провести оплату». Операция проведена. Здесь написано о том, что сумма счета была на 1000, был использован сертификат и в том числе были списаны 300 баллов, которые и так были у клиента. Итого клиент заплатил 500 рублей. То есть при оплате клиентам, при использовании баллов клиентам, сертификат он сразу автоматически списывается. Теперь можем перейти в раздел «Сертификаты» и посмотреть на нашу статистику. Здесь отображается о том, что было всего роздано три сертификата. И им воспользовался один клиент. Мы только что провели оплату с помощью сертификата. Давайте рассмотрим. Здесь было ноль просмотров, потому что в мобильном приложении мы не открывали раздел «Сертификаты». И давайте сейчас во втором способе раздачи сертификата мы как раз посмотрим, в том числе, где в мобильном приложении отображаются сертификаты. Создадим новый тип сертификата. Раздавать своим клиентам автоматически. Этот сертификат у нас будет использован для повышения среднего чека. Вводим его название. Вводим номинал, например, на 500 рублей. Тираж. Укажем, например, тысяча сертификатов таких будет роздано. Срок действия в течение пяти дней. Здесь указываем правила получения сертификата. Здесь это правило пока одно. Это сертификат клиент получит после совершения покупки на определенную сумму. Ну, например, если клиент совершит покупку на 3000 рублей, то он получит этот сертификат на следующую покупку. Укажем это значение. Нажимаем кнопку «Выпустить». Еще раз повторюсь о том, что в данном случае, если клиент совершит покупку на 3000 рублей, то он получит сертификат в размере 500 рублей на следующую покупку. Получит он его автоматически. Сертификаты все электронные. Нажимаем кнопку «Выпустить». Все. Сертификаты раздаются в нашей компании. Они раздаются автоматически. Давайте же выполним это условие. Совершим покупку больше, чем на 3000 рублей. И, соответственно, у нас должен появиться сертификат, которым мы в дальнейшем сможем воспользоваться. Проведем покупку нашему клиенту. Снова перейдем в раздел «Операции». Нажмем «Провести операцию». Запустим приложение. У нас уже новый код. 324.044. Нажимаем кнопку «Отправить». Нам нужно совершить покупку больше, чем на 3000 рублей. Совершим ее на 4. Можем даже списать бонусы. Итого у нас сумма покупки на 3900. Общую сумму счет на 4. Нажимаем кнопку «Провести». Переходим снова в раздел «Сертификаты» и посмотрим на статистику этого сертификата. Здесь мы видим, что сертификат был выдан. Проверим это в мобильном приложении. Обновим главную страницу приложения. И, соответственно, у нас здесь появился наш сертификат. Сертификаты отображаются на главной странице приложения. На главной странице приложения в, можно сказать, в дашборде. На главной странице в мобильном приложении клиента отображается. Вот здесь нажмем на сертификат. И здесь также генерируется код на его использование. Ну, то есть, код в действительности можно использовать вот этот код при проведении оплаты клиенту. Либо можно использовать тот же самый код, который у нас генерируется обычно при нажатии на пункт «Меню сердечко». То есть, и тот, и тот, и код с пункта «Меню», и код с пункта «Меню сертификаты». Они все выполнят одну и ту же задачу. Система увидит о том, что у клиента есть этот сертификат. Давайте введем этот код 379.8.5.4. Запоминаем количество баллов у клиента. 750. 756. И проведем операцию. Кстати, так как мы открыли окно сертификата в мобильном приложении клиентском, у нас здесь должно в статистике появиться вот цифра 1 о том, что это означает, что клиент просмотрел этот сертификат. То есть, он его получил, и он открыл окно с сертификатом. Также при получении сертификатов приходит клиенту пуш-уведомление в мобильный телефон. Снова проведем операцию. Так, вспомним код. 379.8.5.4. Суму счета. И здесь мы смотрим, что у клиента 1256 баллов. То есть, количество баллов, которые было у клиента, плюс сертификат. Если мы сейчас пишем бонусы, то сертификат автоматически воспользуется. То есть, автоматически сгорит. То есть, вне зависимости, сколько клиент спишет бонусов, сертификат используется полностью. Это необходимо учитывать. То есть, сертификат на 500 рублей, он используется весь. Если даже мы здесь укажем количество бонусов в списании, например, 50 бонусов. Вот мы видим о том, что был использован сертификат. Он был использован не полностью, но все равно в оплате было списание бонусов и сертификат был использован. Снова можем перейти в статистику и убедиться в том, что у нас был использован сертификат. Вот таким образом можно повышать средний чек. То есть, клиенту может подходить сотрудник, официант, например, если это ресторанный бизнес. И говорить о том, что если сумма счета у клиента почти подходит к тому, чтобы получить сертификат. Например, мы выдаем сертификат от 3000 рублей, а у клиента сумма счета 2700. То можно подойти к клиенту, предложить что-то приобрести дополнительно, например, десерт. И сообщить ему о том, что если он это сделает, то он получит сертификат на 500 рублей на следующую покупку. То есть, здесь мы выполняем сразу две задачи. Первая – повышаем средний чек. Вторая – мы тем самым стимулируем клиента, мотивируем клиента вернуться к нам снова. Вот такую большую пользу приносят сертификаты. Обязательно используйте. Спасибо.